Что? Переход вот этот наш лёжный. Да, этот. Переход уже на много. Одна фраза. Знаешь, что такая штука есть у меня? Есть у меня вещицы, есть туалет, и хитрая работа. Снаружи зеркальце, и зеркальце внутри. Кругом все прорези, базолота. Вы знаете, что я не чусь на интересы. Нет, там хорошая тирея у вас есть. История, и хитрая работа. Снаружи зеркальце, и зеркальце внутри. Кругом все прорези. Ты его видишь, соблазнився. Я уверен. Поэтому он потом и говорит, не дивася. Он же верит, что всё равно надо поститься. Ведь вот в чём делать. Ну ладно, она сейчас так куражится. Придёт, как миленькая придёт. За зеркальце. И такая действительно вещь. Какое он? Антикальце. Вам метуты убирают? Это не надо. Это банально. Вот это времяпровождение. Как он на колено встанет. Как приложится к вам. Это же как? Она сентиментальна. Стервозна и сентиментальна. Да. Как он? Запишите себе. Побить стервозных. Запишите себе. Она это знает. Не человек. Змея. Хочу вас спросить. Случалось ли, чтоб вы, смеясь или в печали, ошибку добро о помненном сказали? Хоть не теперь, а в детстве может быть. Мне надо тут торопиться, во-первых. Ведь это, в общем-то, она его хочет поизменить. А в ней распорядилась, я сказала, змеясь. Так вот. Вот что, значит, принужденно. Случалось ли, случалось ли, что вы, смеясь или в печали, ошибку добро кому-нибудь сказали? Ну, что-то в этом духе такое ее. Хоть не теперь, а в детстве. В детстве, может быть. Какой паразит приехал. Ну, по детству вы что-то там увлекались, целовались, обжимались. Ну, теперь-то вы видите, что это просто с ним невозможно находиться. Поле дело с ним. Закрылся. Подожди, подожди. Закрылся. До пяти просчитали, да? Подожди. Ты открываешь. Подожди, подожди. Не идите далее. А ты с рукой, если ты? Подожди, подожди. Наслушалась я много. Ужасный человек. Себя я с тем стыжусь. Подожди, это, во-первых. Ура. 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 Ура Я now. Ура. Ура. Ура Наслушалась. Подожди, конч минут. Ура Наслушалась я. Как там тебе пёс вokusу? Много. Много. Ура Наслушалась я. Много. Ура Наслушалась. Не поможет. Не поможет. Хахахаи. И порожью. И порожью быть. Наслушалась-хаие. Затасить в пусты. Что-нибудь этакое в этом душе. Пожалуйста, ведь нынче любят бессловес. И возмущение, которое перешло в вальс со скачками нервно. Не человек, змея. Хочу у вас спросить, случалось ли, что вы, смеясь или в печали, ошибкой... Смеясь, в печали, ошибкой... Вам надо много ужимок делать. Да то, о ком-нибудь сказали. И прыжком. Она очень гламучая. Возмущающаяся, спрыкивая. Хочу вас спросить... Необычная кобылка. Случалось ли, что вы, смеясь или в печали, ошибкой добро о ком-нибудь сказали? Добро о ком-нибудь сказали или нет? Хоть не теперь, а в детстве, может быть... С пластичкой. Все пойдет с пластичкой. Да еще отголоски от пластики пойдут. Движение плоскостей... И все. Потом иногда на пуантиках... Петрович, а если закончить, как у Грибоедова, там пожелать... Вот смотрите... Она вот сказала... Хоть в детстве, может быть... Он ей отвечает... Пошлите хоть в огонь. Пойду, как на обед. А она... Да хорошо, сгорите, если ж нет. Покажем... И все. Что нового покажет мне Москва? Я ведь вас повидать, а не Москву. Да. А, а, может... Я к вам, а не в Москве. Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет два. А завтра будет два. Да не верно у вас. Совсем, Алеша. Ты ехал к ней, а не в Москву. Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет два. Там три года. Молчали, но на случай вы едва, когда взошлись корочественно. Зачем же вы его так коротко узнали? Я не стараюсь. Бог нас плел. Смотрите. Вот с жаром... Это... Простите. С жаром... Это сомнительная революция. Да. Она не моя. Не моя. Не потому что моя была бы, безусловно. Но просто, мне кажется, сейчас это как... Тело не вжарит. Зачем же. Да. А это... Это, в общем, влюбленный человек до сих пор. Зачем же вас свел? Горь, да. Горь. Да, да, да. Зависит. Скорее, с тобой. Зачем же вы его так коротко узнали? То, что сделали. Угловое здание – это бывшее торговое помещение. А то, которое рядом, в начале века служило вестибюлем кинотеатра Вулкан. Помещение кинотеатра в 1918 году впервые было использовано для театральной постановки. Постепенно к нему присоединились и соседние здания. Получился своеобразный театральный комплекс. Вы, артисты, устраивающие свои театры в больших домах, под искусственными светочами, перед молчащей толпой, ищите время от времени. Театр в улице. Вестибюль театра занял помещение бывшего банка. Второй этаж приспособили для буфета, дирекции и гримерных. В проемах между стенами организовали гардероб. Сохранившуюся часть бывшего купеческого дома перестроили для фойе. Театральное пространство складывалось здесь из старых помещений, которые постепенно приспосабливались для театральной жизни. Сердцем театра стал зал, построенный в 1912 году в качестве электротеатра кинематографа «Вулкан». В этом зале выросло то театральное явление, которое известно теперь под названием «Театр на Таганке». Ограниченные пространственные технические возможности вынуждали постановщиков быть изобретательными. К примеру, не было колосниковой коробки, ограничили себя в живописных декорациях. Это было созвучно с постановочной идеей. Театр на Таганке не имитирует в декорациях природу, а ищет образные метафоры. Действие строится на контактах со зрителем, часто переносится в зал. Маленькое помещение без занавеса способствовало созданию атмосферы интимного театра. «Должно быть тот, кто создал нас с понятием о будущем и прошлом, дивный дар вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...